Всероссийская научно-практическая конференция была посвящена актуальным вопросам урологии и онкоурологии. Ее особенностью стала прямая трансляция прямо из операционной. Специалисты со всей России могли наблюдать в прямом эфире за работой урологов, а также выступить перед коллегами со своими докладами и разобрать клинические случаи. Конференция позволила обменяться опытом и расширить свои знания в области современных методов диагностики урологических заболеваний. Это, конечно, крайне полезная для нас конференция в том плане, что мы увидим новые методики, которых пока вживую мы не могли увидеть. Ну, видели, конечно, в Ютьюбе, в интернете, но вот вживую увидим мы впервые. Эта методика может использоваться не только урологами, но и хирургами в разных областях и в желчной хирургии в том числе. Эта методика прокрашивает не только урологические структуры, но и сосудистые структуры. Уникальную лапароскопическую радикальную простаток томию провел президент-основатель Ассоциации молодых урологов России Искандер Абдулин. Врач рассказал, что была представлена новая методика – навигационная хирургия. Это когда врачи пользуются не просто своим зрением, а используют специальный препарат, который при определенном освещении показывает ткани, невидимые в обычных условиях. Препарат индоцианин зеленый довольно популярен за рубежом, однако в России еще не так известен. 19 мая в стенах Казанского федерального университета была проведена первая такая операция в Республике Татарстан. У пациента рак простата высокого риска, это означает, что достаточно агрессивная опухоль, и при таком заболевании мы должны удалять не только органы, но и тазовые лимфоузлы. Как раз навигационная хирургия позволяет сделать более контролируемую лимфодисекцию, убедиться, что все лимфоузлы удалены. В перспективе эта методика позволит находить так называемые сторожевые лимфоузлы, которые в первую очередь принимают удар от опухоли, и в них в первую очередь появляются метастазы. И если под этим контролем удалять только эти лимфоузлы и на гистологии будет подтверждено, что метастазирования, например, нет, то можно будет отказаться от достаточно травматичной и длительной операции и, в общем-то, улучшить качество послеоперационного периода, не влияя на выживаемость пациента. Коллектив униклиники КФУ сохраняет лучшие традиции. Глубокие научные знания, высокий профессионализм и заботливое отношение к пациентам. Сотрудники урологического отделения выполняют весь комплекс амбулаторного и стационарного лечения в областях урологии, онкоурологии, урогинекологии, реконструктивной урологии и антрологии.